МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, наша работа красивая, моя должность очень красивая, потому что, несмотря на все сложности, хозяйственные вопросы, юридические вопросы, мы, когда выходим из стен своего кабинета и видим возле ЗАГСа дворца бракосочетания множество счастливых пар, множество счастливых людей, это и есть счастье. Когда видишь красивую утонченную невесту и рядом мужественного, красивого жениха, ну что может быть лучше этого? Когда видишь, как зарождается новая семья. Новая семья, которая потом будет полезна и государству, и в стенах своей семьи будет ощущать какой-то особый комфорт и радость от существования на этой земле. Это счастье. Принято считать, что мужчина может быть на свадьбе счастлив только в одном случае, если это свадьба его дочери. Вот на ваш взгляд, женихи и невесты, мужское и женское счастье, вот в момент бракосочетания, они одинаково счастливы или всё-таки как-то поражают? У невесты побольше, у жениха чуть поменьше, и в итоге статистическое вроде хорошо. Вы знаете, конечно, счастье больше видно на лице невесты, потому что женщины, они более эмоциональны, они не всегда могут скрыть, что у них в душе на самом деле происходит. А мужчины, они всегда сдержаны. Очень большой процент мужчин, они не всегда показывают, что они счастливы, что они обретают свою супругу, что они становятся мужьями, они это скрывают. Но тем не менее по блеску в глазах видно, что они одинаково счастливы. А потом ещё статистика, вот по поводу вашей шутки, по поводу статистика, что женатые мужчины живут гораздо больше, дольше, и женатые мужчины в счастливой семье будут ещё дольше. Мы говорим о продолжительности жизни, что женщина живёт 7,6, мужчины чуть меньше. Нет, он не меньше, если он в хорошей семье живёт. Если он в надёжные руки попал. Просто в момент бракосочетания мужчина ещё юнг не совсем это понимает, а потом с возрастом, пожив в семье, ощутив все прелести семейной жизни. Вот о прелестях семейной жизни. Вы же всё-таки тоже замужем, и тоже у вас стаж есть. Как вы считаете, чтобы всё-таки брак был счастливым, есть какие-то рецепты, или они индивидуальны для каждой семьи, или всё-таки можно что-то общее, какие-то советы дать? Нет, рецепты есть. Они были всегда, и любая среднестатистическая семья, она зависела и будет зависеть от мудрости женщины. А мужчины, они так вот устроены, что им надо всегда что-нибудь натворить. Вот если они что-нибудь не натворят, им как-то скучно. А в какую-то переделку им нужно попасть. Охота, рыбалка, вот где-то общение с друзьями, какие-то вот сложности. Вот женщина перестала это понимать, что мужчина, он, ну, всё время вот такой вот, ему не нужно однообразие, он его не терпит однообразие. А женщина, когда она уже создала семью, ей хочется, чтобы он всегда был рядом, тёплый, уютный, по сторонам не смотрел, никуда не лез. Этого не будет. Этого никогда не будет. Вот почему идут войны, да, потому что опять мужчине нужно как-то отличиться, как-то самовыразиться. А вот женщина должна это понимать. А второе, женщина, конечно, должна создавать домашний уют. Вот не только как сегодня стремятся к девушке, я должна быть красива. Женщина обязательно должна быть красива. Но её красота – это и внутренняя красота, правильно? Её красота – это красота в доме. Её красота – это ухоженный муж. Её красота – это ухоженные дети. Её красота – это наличие завтрака, обеда и ужина. Вот это красота всё женщины. И когда она будет именно такой красотой, то всё будет хорошо. Мужчина будет стремиться домой идти, будут хорошие с семьей. Наташа Сергеевна, а иногда получается, что в семьях, ну, получается, неравноправие какое-то, да? То есть всё равно мужчина там больше зарабатывает, жена, сиди, пожалуйста, только, пожалуйста, готовь, ничего больше не делай. Или иногда, наоборот, вообще ситуация такая, о том, что женщина зарабатывает больше, чем мужчина. И в итоге какое-то такое неравноправие. Кто ты такой? Я тут зарабатываю больше. Сиди дома, и ты готовь мне завтраки. То есть роль мужа почему-то выполняет жена. Вот вы как вот к этому относитесь? Я отношусь к этому крайне плохо. Почему? Потому что женщины бились за равноправие, да? Мы доказывали, что мы такие же, как мужчины, что мы можем работать на тех же должностях, как мужчины, что у нас такой же аналитический склад ума, как мужчины. Мы это доказывали на протяжении многих поколений. А мы своего добились, да? Мужчины стали с нами считаться, когда мы милиционеры, и в ГАИ работаем, и в прокуратуре, и на комбайнах мы ездим. Вы с этим согласились? Да, абсолютно хорошо, красиво всё делаете. Хотите, получается, да? Вот, значит, и вот тут нужно. Я получаю больше. Ну и что? Ну и хорошо. Это же общий доход семьи. И при этом не надо тюкать мужчину и говорить, что ты такой секой. Ну если тебе хочется, чтобы он был выше тебя, а любой этой женщины хочется, я вам честно говорю. Мы хотим, чтобы вы были лучше и выше нас, потому что вы мужчины. У нас другое предназначение. То всё-таки опять о мудрости женщины, она должна ему помочь. Она должна ему помочь. То есть она должна сказать, что, милый, я думаю, что тебе нужно получить дополнительные корочки. Ну, скажем, водителя. Будем говорить о средней семье. Пусть у тебя будет категория А, Б, С, Д, я буду тобой гордиться. Ну, милый, давай тогда ты получишь юридическое или экономическое образование и устроишься на более престижную работу, раз для меня это важно. То есть вот подход женщины в семье, он должен быть немножечко иной. Мы сегодня стали говорить, да я без тебя, пожалуйста, и гвоздь вобью, и машину проведу, и то сделаю, и другое сделаю. Ну, води ты эту машину. Ну, когда мужчина рядом, пусть он за рулём сидит. Ну, вбивай ты этот гвоздь, когда его нету. А когда он дома, ну, попроси ты всё же его сделать. Ну, первый раз он тебя не услышал, ну, попроси его дважды. Ну, не берись за молоток. Всё будет значительно лучше. Устроен маленький, но результативный скандал. Потому что меня учили о том, что все скандальчики, ну, или какие-то, да, то есть главное, чтобы они были результативными, эти конфликты. То есть к чему-то приводилось. Я, например, сейчас жена меня не видит, да, только со скандалом. А почему? Потому что вот своими какими-то делами занимаешься, занимаешься, занимаешься. А-а-а, всё, всё, реакция где? Хорошо, сейчас сделаю, не вопрос. Сейчас всё, всё, всё организую. Правильно сказали о том, что женщины должны быть вот чуть-чуть выше этого, чуть-чуть мудрее. Да, она пускай чуть больше зарабатывает, но зато как он классно лежит на диване. А лучше всех это делает. Восхищаться своим мужчинам. И сейчас, конечно, вот это призвание. Счастье есть, оно везде. Дальше Глебно, мы решили пройтись по улицам города Благовещенска и расспросить наших горожан, а что для них счастье. Прямо сейчас мы посмотрим небольшую нарезку сюжета, и после этого вновь вернёмся к нам в студию. Не переключайтесь. Счастье моих близких. Когда у моих родных всё хорошо, всё прекрасно, а мне больше ничего не надо. Денег когда много. Дети. Семья, любовь. Потому что солнце светит, потому что всё прекрасно. Сегодня у меня день рождения у друга, и меня делает счастливым то, что он у меня есть, и мы сегодня будем праздновать. Чтобы у внучки было всё замечательно, чтобы она учится, чтобы она закончила там. Ну, не знаю, хорошо, когда не болеешь ничего. Отдых. Ну, моя семья, любовь, моё окружение, все, кто рядом, все, кто меня поддерживает. Какие-то маленькие радости каждый день. Еда. Безусловно, конечно. Пицца каймить. Мясо делает мужика счастливее, да. Совершенно верно. Наталья Сергеевна Томилова сегодня у нас в гостях, начальник управления ЗАГС Амурской области, и продолжает отвечать на наши, в том числе и каверзные вопросы. Хотя мы, в общем-то, сегодня ничего такого каверзного не задаем. Но всё-таки вопрос о детях. Дети – цветы жизни. Понятно, некоторые говорят, пусть они растут на чужих клумбах. Но, вот материнский капитал появился. Повлияло ли это на рождаемость? Увеличилась ли рождаемость в Амурской области? Полезен ли этот материнский капитал? Или есть всё-таки какие-то негативные стороны? Вот хотелось бы расспросить вас об этом. Ну, во-первых, дети, они всегда цементируют семью, да? Там, где нет детей в семье, это пустая семья. Вот там, где двое-трое детей, это полноценная красивая семья. Прежде чем прийти к материнскому капиталу, я скажу, как женщина и как начальник управления ЗАГС. Вот когда видишь, идёт мужчина с детьми, да ещё с двумя. Вот такое чувство умиления. Вот так хочется ему сказать спасибо, что вы есть вот такой заботливый, красивый, настоящий папа, настоящий муж. Уж пока мама где-то занята, вы занимаетесь детьми. Материнский капитал. Да, у нас растёт рождаемость, и я думаю, она растёт не только из-за материнского капитала, а в целом совершенно справедливо стабильность в обществе наступает. И многие молодые семьи, они понимают, что одному расти в семье сложно, а вот братья и сестрёнка – это уже лучше, это прекраснее, это уже забота друг о друге, это уже поддержка. Материнский капитал действительно сыграл определённую роль и в благополучных семьях, потому что если кто-то сомневался, надо ли обзаводиться вторым-третьим ребёнком, сумеем ли мы его обеспечить материально, то эти сомнения ушли немножко на второй план, потому что 300-400 тысяч – это достаточно хорошая поддержка для семьи. Ну и оборотная сторона медали, как в любом вопросе, она есть, она будет, она существует. Что неблагополучные семьи сегодня рождение ребёнка связывают не с радостью тем, что в семье появился человечек, а вот то, что появились дополнительные материальные блага. И несмотря на все сложности, которые идут на освоение материнского капитала, то есть они обязательно направлены на улучшение жилищных условий, на образование, а тем не менее можно и улучшить эти жилищные условия, и потом благополучно продать эти жилищные условия, их ухудшить, да. Всё зависит от настроя человека, для чего он это делает. Для счастья своих детей или для решения каких-то своих совершенно не тех вопросов. Существует, ещё раз повторяю, медаль двусторонняя, но будем с вами верить, что это направлено 90% именно на улучшение. Ну те, кто хотели, 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 наконец-то дождались и вполне возможно. Ну и в цифрах, в цифрах это как-то выражается, тенденция вот в этом году лучше, чем в вашем поражении. Более чем на полтысячи у нас родилось детей больше в этом году. И вот эта вот разница между рождаемостью и смертью очень серьёзно снижена. Значит, вот за 10 месяцев у нас она уже, разрыв составляет всего 6 человек. Минус 6 человек смертность выше рождаемости. Летнее время, июнь, июль, август, у нас дали рождаемость выше смертности. Это очень хорошие показатели, и если мы их будем такими сохранять, я думаю, что демографический перелом у нас произойдёт, и мы будем всё больше и больше видеть молодых людей. Вот там поподробнее. Одним из ваших детищ, можно так сказать, готовится выставка, какая-то необычная. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о ней. Ну, во-первых, хочу сказать, что управление ЗАГС Амурской области отмечает своё 95-летие. 95 лет – это эпоха. Мы вот уже с вами в клаварах обсудили, да, что 95 лет можно разбить на несколько периодов. Это становление, когда шло советской власти, да, это период, военный период, это послевоенный период, это стабильность и дальше вот уже наша эпоха. Вот за это время существенно всё изменилось. Даже мы проследим с вами свадьбы. Какие свадьбы были? Возьмём недалеко, 40 лет назад. Берём фотографии 40 лет назад и берём сегодняшнюю фотографию. Вроде всё то же самое, не то же самое. 40 лет назад невеста стоит в белом платье, ну, как правило, в коротком платье, на уровне колен, да. Сегодня стабильно это длинное платье, роскошное платье. Пуша, огромное, да. 40 лет назад невеста держит букет цветов, ну, в селе это гладиолусы, это георгины, это просто живые цветы на руке, да, в городе это, ну, другие цветы, но это просто. Сейчас ярко оформленный такой букетик, да, удобный для невесты. И ещё очень много таких аспектов, когда рассматриваешь молодую пару, они, заметно существенные изменения, модель обуви, и ещё прическа, да, и взгляд невесты, и ещё много-много то же самое и с молодым человеком. Когда они носили одни костюмы, сегодня они носят другие костюмы. А мы хотим сравнить вот эту вот эпоху, что изменилось, фотографии как изменились, насколько сегодня мобильнее можно сфотографировать и запечатлеть свои судьбоносные дни, как сама жених и невеста изменились. Буквально 30-35 лет назад регистрация брака шла, это когда 10-15 пар ставили, регистратор говорил всем красивые слова, произносил необходимые предложения, что объявляю вас мужем и женой, и какое-то лицо, обличённое властью, вручало всем свидетельство о заключении брака. Сегодня у нас индивидуальность, с каждой парой мы регистрируем её отдельно, к каждой паре произносим свои слова. То есть, очень много сегодня есть, что сравнить, буквально за 95 лет. А свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребёнка, они тоже изменились. Когда-то они были в корочках, сейчас они на листиках. Вот эта вот выставка. Ну, я говорю, что есть нам что показать. То есть, оно будет на территории непосредственно ЗАГСа, да? В музее, мы заключили договор, да. В музее мы сделаем такую выставку и покажем, что, несмотря на то, что изменились жених и невеста, их объединяет главное – любовь и счастье в глазах.